Фильм Гарри Поттер и Философский камень это первая часть Паттерианы, которая задала актерский, музыкальный и стилистический тон франшизы. На этапе съемок успех проекта не верили, поговаривали, что Голливуд и на этот раз облажается, поскольку в памяти остался провал высокобюджетных картин Гудзонский ястреб и Врата Рая. Эти и другие интересные факты о фильме Гарри Поттер и Философский камень смотрите в этом видео, не переключайтесь. Гарри Поттера мог бы сыграть Лиам Эйкен. Кандидат получил официальное приглашение и был практически утвержден. Доводом режиссера фильма Криса Коламбуса оказался опыт юного исполнителя, который успел засветиться в фильме Мачеха. Однако Джоан Роулинг воспротивилась такому решению и напомнила, что хотела бы видеть в кастинге только британских актеров, чтобы история получилась оригинальной и раскрывала дух Англии. К автору прислушались и объявили открытый кастинг, который затянулся на 9 месяцев. Среди кандидатур был Том Фелтон. Коламбус сразу разглядел в нем Поттера и уже планировал покрасить волосы исполнителя в темный оттенок, а затем от идеи отказались. По утверждению режиссера, крашенные волосы ребенка актера сразу бросались бы в глаза. Впрочем, талант Тома не пропал и юному исполнителю доверили роль Драка Малфея. А незадолго до официального утверждения прошел слух, что Гарри исполнит Габриэль Томасон. Однако актеру на начало съемок шел 15-й год, и его кандидатуру отклонили в пользу Даниэла Редклиффа. Кстати, и сам Редклифф попал на роль случайно. Продюсер Дэвид Хэйман и сценарист Стив Кловис разглядели Даниэла в театре, куда пришли, чтобы отдохнуть. Неожиданно в последних рядах Хэйман заметил мальчика с голубыми глазами. Это оказался сын Марсии Редклифф, агента по кастингу. После спектакля поймать семью Редклиффов не удалось. Наутро связались с родителями Даниэла, но они воспротивились в перспективе съемок, и только после уговоров согласились на два фильма. При этом мама и папа пообещали, что постараются отградить наследника от излишнего внимания СМИ. К интересным фактам о фильме «Гарри Поттер и философский камень» стоит отнести и то, что продюсеры предложили автору Джоан Роулинг одну из ролей. Предполагалось, что писательница исполнит мать Гарри Лили в ретроспективных эпизодах, но Джоанна отвергла предложение и призналась, что она не справится с стратистической миссией даже в тех сценах, где требуется просто стоять и волноваться. После премьеры фильма совы оказались атрибутом Патрианы наравне с волшебной палочкой. Однако для съемок многих эпизодов использовались муляжи. К такому решению пришли после того, как выяснили, что птицы интеллектом не отличались. Создать птиц разных возрастов помогли чучело сов и аниматронные изделия, которых видно на общем фоне. Статичные модели ставили на задний план, а двигающихся роботов поближе. На первом флане все же оставили живых пернатых. Живых птиц, которые уже привыкли к человеку, позаимствовали в центрах спасения диких животных. Чтобы сова не улетала со съемочной площадки, на лапку каждой особи привязали леску, позволяющую летать, но не оставляющую шансов для побега. Кстати, подружить в кадре молодых и зрелых птиц оказалось непросто. Пернатые дрались между собой. Тогда создатели пошли на хитрость. Каждую сову сняли отдельно, а затем кадры смонтировали в один эпизод. Возникли сложности и с дрессировкой. Каждая птица специализировалась лишь на одном трюке, на отработку которого потребовалось до трех месяцев. Роль букли исполняли сразу четыре совы, а вот письма для совиной почты писали вручную. Первая попытка оказалась неудачной, поскольку послания были тяжелыми для птиц. Тогда корреспонденцию переписали на более легких листах. Не обошлось без ляпов и в кадре с питоном. У змей нет век, а потому подмигивать питон не мог. Так же, как и отвечают на вопросы Гарри, поскольку змеи лишены слуха и человеческом понимании. Крис Коламбус хотел запечатлеть блюда, которые в точности повторяли пиршество из книг. По слухам, поставщик использовал аутентичные рецепты. Однако блюда под жаром софитов долго свежесть сохранять не могли. Да и запахи в процессе съемок становились неприятными. Чтобы решить проблему, приготовленную еду замораживали, а затем создавали из нее формы, наполненные копиями из эпоксидной смолы. Первым претендентом на должность режиссера был Стивен Спилберг. Однако прославленный постановщик видел этот проект как полнометражный анимационный фильм. Между тем разногласия появились уже на этапе переговоров. Подход Спилберга не ограничивался созданием первой части «Патерианы». Режиссер глядел дальше и планировал включить в материал сразу несколько книг Джоан Роулинг. При этом предполагалось, что Стивен Спилберг сможет сам выбрать тот материал, который войдет в кадр. Еще больше противоречий вызвало желание Спилберга взять на озвучку Гарри американского актера Хейли Джоэла Осмента. Но поскольку по настоянию писательницы роли в фильме должны были принадлежать британцам, то условия оказались невыполнимыми. В результате Стивен Спилберг покинул проект, а позднее оправдался, что к нему пришло желание заняться другой кинокартиной. И уже в августе 2000-го постановщик приступил к фильму «Искусственный разум» с Осментом в главной роли. Специально для фильма модифицировали закон об использовании детского труда, чтобы актеры до 14 лет могли дольше пребывать на съемках. Также оговаривались перерывы для юных исполнителей и организации образования. В результате дети и артисты работали по 4 часа, а 3 часа отводились на посещение школьных занятий. В кадре юные актеры делали реальную домашнюю работу, поэтому у учеников Хогвартса в классах такая натуральная озабоченность на лицах. По книгам у Гарри Поттера глаза зеленые, а у Даниэла Редкальфа голубые. Создатели пытались добиться достоверности и поставили актеру зеленые линзы. Однако они вызвали раздражение и аллергическую реакцию. О проблеме рассказал Джоан Роулинг. Писательница согласилась оставить Поттера с голубыми глазами. При этом автор уточнила, что для проекта принципиальнее, чтобы цвет глаз матери Гарри были такие же, как и у сына. Кстати, очки у Редкальфа также вызвали аллергическую реакцию. Спустя неделю съемок вокруг глаз у исполнителя появились кольца белых угрей. Позднее отоправы из никеля отказались и проблема была решена. Съемки фильма начались в сентябре 2000 года, а закончились 23 марта 2001 года. Изначально премьеру планировали на 4 июля 2001 года, в День независимости. Однако создателям не хватило времени на доработку спецэффектов. В результате мировая дата выхода пришлась на 4 ноября 2001 года. Бюджет проекта составил 125 миллионов долларов. В первый день проекта кассовые сборы составили 32,3 миллиона долларов. А за три дня фильм заработал 90,3 миллиона долларов. Кинокартина оставалась в лидерах на протяжении трех недель подряд. Общие сборы проекта составили 1 миллиард 220 тысяч долларов. Фильм стал победителем девяти престижных кинопремий. Награды получены по номинациям «Лучший семейный фильм», «Лучшая роль в фильме», а также «Самый многообещающий молодой дебютант». Премиями отмечены музыка, кастинг, технические достижения и дизайн костюмов. К интересным фактам о фильме «Гарри Поттера и философский камень» стоит добавить, что всего в Патериане 7 частей, седьмая состоит из двух фильмов. Поклонники франшизы также увидели продолжение проекта, где смогли наблюдать действия за 70 лет до событий в Хогвартсе, в цикле киновселенной Гарри Поттера «Фантастические твари». Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных роликов отнимают много сил и времени. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok